Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Сюрпризы для горожан. В Бобруйске откроют магистраль и физкультурный комплекс. Здорово. Есть чем заняться на микрорайоне. Где и когда. Опасная стихия. Знойный июнь усугубил ситуацию на водоемах. В воде при длительном нахождении можно получить переохлаждение. Что еще стоит помнить? От стритбола до перетягивания каната. Спорт важен. Через боль рождаются чемпионы. На стадионе «Спартак» соревновалась работающая молодежь. Кто в числе лучших? А также зеленый запрет, рассеянное внимание и беспощадное пламя. В Бобруйске горел жилой дом. Полезные подарки. На дням города остается неделя, а Бобруйск уже в предвкушении праздника. Насыщенная программа намечена на 26 июня. Чем запомните события жителям, знает Карина Гуревич. Делать подарки с размахом – хорошая бобруйская традиция. На 634-летнюю годовщину жителей обрадуют несколькими сюрпризами. Один из них – дорога по проспекту строителей. Участок от Шинной долинина откроют в субботу в 10.30. Это шестиполосная магистраль 750 метров в длину. Здесь установлены три светофора и четыре остановки. Вдоль проспекта – широкие тротуары и велодорожки. Вопрос озеленения не оставили без внимания. Разбили цветник, высадили деревья и кустарники. Новый участок, вновь устраиваемый участок, выполнен из бетона. Бетон B35 высокого класса. Мы осуществляем гарантию в течение пяти лет. Принято считать, что бетонное покрытие долговечнее асфальта бетона. А чуть дальше расположился новенький физкультурно-оздоровительный комплекс. Свои двери для бобручан он откроет в 11 часов на пересечении Сикорского и Строителей. Здесь пять больших залов, взрослый и детский бассейны. Помещение для тренажеров, пилатеса, йоги и аэробики. На полу специальное покрытие с амортизацией. Это поможет снизить нагрузку на суставы. На такой огромный район здесь должен быть такой комплекс. Потому что даже в спортзал очень много людей ходит. Мы сами ходим, занимаемся очень много. В поликлинику, в бассейн очень много людей ходит. Тут очень много молодежи и бассейн просто необходим, потому что не каждый поедет в город. Здорово. Есть чем заняться на микрорайоне, потому что нет таких торговых центров. Нету куда сходить на этом районе. Мама мне хочет записать туда в бассейн. И я хочу тоже на бассейн туда ходить. Основной упор в комплексе сделают на занятия с детьми. Кроме того, посещать ФОК сможет любой желающий. Разово и по абонементам. Помимо основных помещений есть и дополнительные. Комната для дежурной медсестры и инструкторов. Склад для хранения инвентаря. Гардероб, магазин спортивных товаров. И даже буфет. Общая площадь комплекса более 5,5 тысяч квадратных метров. Рядом оборудовано 75 парковочных мест. Добраться сюда можно как на автомобиле, так и на общественном транспорте. В субботней программе «Ко дню города» также благотворительная акция «Запрошаем смачно ести». И любимые хиты ансамбля «Песняры» прозвучат со сцены на площади Ленина. Финальным аккордом этого дня станет праздничный салют. Его бобруйчане увидят 23 часа. Уже в воскресенье, 27 июня, жителей ждет квест «Тайны Старого Бобруйска» в Крывеческом музее. И комедия «Паулинка» в театре имени Дунина Марцинкевича. В сам день города, 29 июня, пройдет возложение цветов к мемориалам. И концерт «Дань памяти», посвященный 77-й годовщине освобождения Бобруйска. Карина Гуревич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. До плюс 38. На этой неделе белорусов ожидает настоящий африканский зной. Из-за жары сложной остается обстановка на водоемах страны. Только за выходные утонули 23 человека. Среди них два ребенка. За неделю вода унесла жизни 30 белорусов. 10 случаев приходится на Могилевскую область. Спасатели напоминают, плавать можно только в специально отведенных местах. Не стоит прыгать и нырять в воду, а также использовать надувные матрасы. Их уносит течением. Родители, когда идут с детьми на прогулку, на пляж, должны помнить о том, что должны быть головные уборы, которые защищают голову. Обязательно взять с собой воды, желательно не газированной. Самой простой водички. Для того, чтобы не было обезвоживания. Ну и помнить о том, что в воде при длительном нахождении можно получить переохлаждение. Поэтому периодически нужно выходить на пляж для того, чтобы согреться. Пожалуй, главное правило отдыха у водоема – это беспрерывный контроль за детьми и никакого алкоголя. Клубы дыма и запах гари. Накануне в переулке Затоном горел дом. ЧП произошло вечером. В МЧС позвонили соседи. В результате пожара в жилище частично уничтожено имущество. Повреждена кровля. Пять квадратных метров перекрытия. Обуглены стены. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Лесной запрет. Третий тест и 60 секунд памяти. Завтра в Беларуси пройдет всебелорусская минута молчания. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В 25 районах страны действуют запреты и ограничения на посещение лесов из-за угрозы пожаров. Среди них вся Гомельская область и часть Могилевской. В Стоплисте 6 мест, в том числе Бобруйский район. Нарушителям грозит штраф. С интерактивной картой можно ознакомиться на сайте Минлесхоза. В Беларуси продолжается ЦТ. Абитуриенты проверили свои знания в обществоведении. Его сдали 13 тысяч человек. На тест, напомним, идут с документами и черной гелевой ручкой. Вероятность случайного ответа сведена к нулю. Задание исключительно по школьной программе. Следующая проверка знаний в среду по математике. Завтра по всей республике пройдет всебелорусская минута молчания. Принять участие в акции может каждый. Нужно всего лишь ровно в 12.00 остановиться на 60 секунд и вспомнить тех, кто ценой своей жизни внес вклад в великую победу и пострадал от действий фашистов. На завтра в Беларуси вновь объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Госавтоинспекция рекомендует водителям следить за своим самочувствием, брать в дорогу холодные напитки и как можно чаще останавливаться для отдыха в тени. При высокой температуре воздуха водители быстрее утомляются. Их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. В Бобруйске в связи с проведением ремонтных работ на перекрестке от Женикидзе и Рокоссовского изменилось движение автобусов по маршрутам номер 8А, 10, 15, 15А, 18, 18А, 18Б, 30, 31 и 40. На 4 июля из схемы исключается остановка «Магазин практик». Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 475 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразили 411 153 человека. В стране к сентябрю планируют прививать спутникам «Лайт». Соответствующий запрос уже отправлен российским коллегам. Вакцина лучше влияет на иммунитет у тех, кто ранее переболел коронавирусом. Первая фаза клинических исследований это подтвердила. Те, у кого есть антитела после перенесенного COVID-19, в том числе в легкой форме, титр антител на 10-й день после прививки спутником «Лайт» существенно нарастает. Применение препарата позволит значительно расширить объем иммунизации. Спортивный уикенд. В Бобруйске прошли соревнования среди предприятий и организаций 1-го майского района. На стадионе «Спартак» за звание лучшего боролись «Белшина», «Бобруйска-Громаш», «Мясокомбинат», «Красный пищевик», а также представители МЧС и БРСМ. Всего 11 команд. В программе мини-футбол, дартс, эстафета, стритбол, притягивание каната и троеборье. В этом сезоне команда новая, но я думаю, сплоченность покажет результат. Спорт важен, через боль рождаются чемпионы. Каждый хочет быть победителем. Это борьба, это игра, и это всегда интересно, это всегда здорово. И спорт – это жизнь. К слову, эта «Спартакеда» традиционная проводится уже больше 10 лет. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok